С ГТК года в Беларуси почают деньги указ номер 500 об Державном социальном страховании. Сгодно с ним самозанятые граждане теперь могут удельничать в Державном социальном страховании и формировать стаж. У них появилось право на пенсию при достигнении ответственного взрослого, а также по инвалидности и в случае страды кормителя. Подательных податковой службы в Гомельской области сегодня наличивается около 5,5 тысяч таких людей. Серед их на прикладах, кто занимается репетиторством, ведаясь дымками и парикмахерскими послугами. Выплашивать взносы они могут в любой час, но не позднее за первого саковика года, наступного за справоздачным. Зробить это можно с допомогой системы развлек и рыб после постановки на улик в органах Фонда социальной обороны. Для этого им необходимо обратиться в органы Фонда по месту регистрации с документом, удостоверяющим личность, документ, который подтверждает уплату единого налога, а те категории лиц, которые не уплачивают единый налог, документ, подтверждающий осуществление такого вида деятельности. Естественно, написать заявление о постановке на учет с указанием вида деятельности, который не является предпринимательской. Обязательные страховые взносы будут уплачиваться только на пенсионное страхование в размере 29% от самостоятельно определяемого ими дохода за периоды осуществления деятельности. Индивидуальные предпринимательники, нотариусы и адвокаты смогут выплачивать эти взносы только за период фактичной деятельности за триманием дохода. Декларовать периоды работы они должны предоставить раз в год в органы Фонда документов, персонификованного улику. Работать это нужно не позднее за 31-го года, наступного за справоздачным. Али выплатить у бюджет Фонду страховые взносы предпринимательники, нотариусы и адвокаты повинны не позднее за 1-го соковика. Дарыши суммы можно подлечить на калькуляторы на сайте Фонду социальной обороны.